Здесь колесо! ДПС приехали. На три кутка! Очень нравится, очень! Ну давай стартанем максималку. Максималку прям? Ну давай попробуем, по-быстренькому. Дорогие друзья, всех приветствую на канале Octopus Moto и у нас сегодня супер обзор-покатушка на Talari TL4000. Мы уже здесь немножечко покатались в лесу и нам есть, что вам рассказать. Оставайтесь с нами, досматривайте серию до конца. Любим вас, целуем. Понеслась. Раскатываемся и попробуем что-нибудь попрыгать. Начнем с самого маленького. Последний раз я здесь был лет пять назад на самом деле. Все многое, все многое изменилось. Все вообще изменилось. Вот там большие столбы, это была разгонка. Оттуда вот с самого верха на велосипедах разгонялись и вот эта траектория пошла. Ну дай чем прыгнем что ли? Слушай, так на изи, я что-то думал будет тяжелее просто. Дай-ка еще разок. Лех, это шикарно! Я просто, ты видел, как кошечка? Видел? Прям так нежненько. Офигеть вообще. Блин, мне это очень нравится. Ну это было по стремней чуть-чуть. Почему мне еще нравится вообще электробайк? Потому что я раньше катал на великах, тоже что-то прыгал, учился. И вот ты прыгаешь, а потом ты долго-долго идешь назад в самое начало трека. Как меня вот это прям запаривало. Здесь же просто прыгнул, силы не потратил. Прыгнул, силы не потратил. Короче, просто сказка. И катаешься, и прыгаешь. Вообще я прям очень нравится. Очень! Первое, естественно, что хочется отметить, это звук. Охрененно громко просто от утки вот так и очень тихо от лари. Ну это же просто красота, друзья. Здесь колеса... Да пофигу. Здесь колеса тринадцатые, а на талари двенадцатые. Естественно. Еще самое главное, это цена на километр пробега. Утка съедает в день. У меня примерно 400 рублей. Это 98 бензин, две заправки и масло. Честно, я не знаю, сколько масла. В итоге 400 рублей. Здесь же полный бак просто 6 рублей. 6 рублей. 400. Преимущество, пока вы понимаете, за кем, да? На что я намекаю? Там это, тюнинг стоит. Тюнинг, денег, до хренища. Вы помните тот обзор, который мы снимали километр на заднем? Просто вот такой мешок денег, в него в бухан. Здесь же просто из коробки достал, включил и поехал. А как он поедет, вы сейчас это увидите. Естественно, я надеюсь, что вы видели, как я его купил, привез, собрал и все остальное. Сейчас просто хочется вам рассказать сухие цифры, что это вообще такое и немножко эмоций после покатушки. Честно, вот руки потрясываются, сердце колодится. Это реально очень-очень крутой электробайк, ребят. Я не знаю, как еще объяснить, но электротехника, она вот совершенно другая. В ней есть какая-то вот изюминка и что-то такое, которое вот очень цепляет. Вот как гаджет, как игрушечка. И в нем просто вот все вот это. Плюс еще до хрена адреналина. Колеса 19 дюймов. Резина установлена в штате так себе, цистая фирма. В лесу ее, честно сказать, не хватает. Грунтозацеп маленький. По городу тоже не очень комфортно, потрясывает, как-то водит. Я бы рекомендовал, наверное, менять. Но для стоковой, именно из коробки, пойдет. Слушай, ну я просто в восторге. Это настолько прикольно. Подвесочка мягкая, справляется. Вообще нигде ничего не пробивается. Поджопники не дают. Просто чистый кайф. Можно даже, наверное, посильнее еще, да, ходов? Да. Что я всегда тебя спрашиваю? Да, да. Да, да, давайте сильнее ходов. Это было скользко. Я не знаю, ты видел или нет, но просто колеса при приземлении понеслись куда-то. План какой? Прыгаем дропчик и пробуем прыгнуть вот эту штуку. Разрыв, я не знаю, между вылетом и приземом метра три с половиной, наверное, если не больше. Просто Талария даже много уехал. Два мотика, точно. Два мотика. А длина у него полтора где-то. Ну побольше. Один и семь, один и восемь. Ну метра три. Я просто перелетел все, что можно и улетел в плоскач. Слушай, я могу этим заниматься целый день. Целый день. Ты просто не представляешь. Самое главное, естественно, как и в любом другом мотике, это мотор. То есть его сердце. Здесь вот эта малюточка, моторчик, весит всего семь килограмм. В номинале выдает четыре киловатта, а в пике восемь киловатт. Вы только вдумайтесь, восемь. Причем это синхронный мотор с постоянными магнитами. Но честно, ни я, ни Леха не знаем, что это означает, хорошо это или плохо. Но едет он прям мое почтение. Ребят, напишите, пожалуйста, если кто-то разбирается в электротехнике, что это значит и насколько это круто или не круто. Нам будет интересно почитать, всем ответим. Сам двигатель не будет просто так работать. Это не бензиновая, где залил и погнали. Здесь надо зарядить батарейку. Аккумулятор здесь весит 13 килограмм. И самое главное, у него ампер-часов, по-моему, 45 ампер-часа. То есть это, в принципе, очень-очень много. У его конкурента Сурона 38, по-моему, был. То есть здесь больше даже на 7 ампер-часов. Если вы знаете, что это такое, напишите, много это или мало. Сколько, кстати, зарядка занимает? Заряжается он за 4 часа с нуля, получается, до 100. Но в ноль я его не разряжал. Наверное, 17 процентов было максимальный разряд. И то, поверьте, это просто укататься. Сейчас здесь в лесу снимали 50 минут. Мы снимали на площадке с довлатом еще какие-то проезды. И еще осталось 75 процентов батарей. Я уже укатался, употел тут. Я не знаю еще чем заняться, а батареи еще просто до хрена. Сейчас я езжу на работу на таларе, а до этого передвигался на скутере. И мне было интересно сравнить, как утка будет в сравнении с таларией. Насколько кто мощней, быстрей, легче, тяжелее. Ну, все в таком духе. Попробуем заснять, ну, замерить кто-то, типа, быстрее. Я думаю, что на скорости утка может что-то показать. Думаю? Думаю, да. На три утка! Но тут без шансов, без шансов. Обратно? Хлёк! Шансов нет. Он нам набирает очень уверенно, типа, тут без шансов на разгоне. Друзья мои, что и требовалось доказать. Таларе рвет утку прямо в щепки. Она просто набирает более уверенно, чем утка, и все. Если на ходах, типа, то я думаю, что она может что-то сделать. Ну, давай проверим это. На ход, ну, только на дороге, типа, если. Ну, давай стартанем максималку. Максималку прям? Ну, давай попробуем. Побыстренько. Что еще мне понравилось у этой модели, по сравнению с конкурентом Сурона, естественно, я выбирал между таларией и Суроном. На таларии редуктор стоит настоящий, металлический, две шестеренки, все там в масле бултыхается, ресурс бешеный, и не надо никаких, как у Сурона, ремни там что-то попадает, у кого-то рвется, что-то там происходит с ними. Здесь этого нет, один раз поменял и забыл. Это просто сказка вообще! Ну, как такое можно было придумать? Просто идеально. Да, наверное, это потяжелее будет по весу, возможно, подороже в ремонте, но, тем не менее, все равно это будет настолько надежно, насколько просто проездит, наверное, весь этот байк. Байк весит 66 килограмм и может разогнаться до 90 километров в час, только в 90 на вот этом вот малыше. Ну, я вообще не знаю, как они это все сделали. Это настолько восхитительно, что у меня просто слов не хватает, если честно. Сейчас маленькая вставка. Обратите внимание, насколько Саня... Счастливый? Счастливый сейчас! Потому что мы... Я Суперсока тестировал, ты тестировал Тинбот. Ты катался на Суроне? Нет. Ты не катался на Суроне? Я тебе даже больше скажу, я вот этот, не катаясь, без тест-драйвов оплатил и только через полтора месяца приехал в салон, чтобы вообще посмотреть, за что я дал 339 тысяч. То есть не делайте так или делайте. Я не знаю. Но по мне кажется, что просто смотря на твои эмоции, чтобы покупка оправдалась. Да, я довольно... Я скрывать не буду. Я понимаю, что это может кому-то показаться, что обзор предвзятый, потому что я его купил. На самом деле, друзья, это совершенно не так. Я купил его за свои деньги. Это не реклама какой-то там фирмы, еще чего-то. Кстати говоря, ссылка в описании. Ссылка на ребят будет в описании, у кого я купил, но это не реклама. Если хотите, переходите, смотрите и все остальное. Но если у него будут косяки, а они, скорее всего, какие-нибудь да будут, я буду об этом честно говорить, показывать, рассказывать и все это увидеть. И мне скрывать совершенно нечего. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь, если вам интересна судьба вот этой Таларии и, в принципе, всей этой электродвижухе. Давай вот здесь встанем и отсюда туда до последнего. Ну да, да, я так хочу. Нормально, нормально. Слушай, ну ты не догнал. А далеко оторвался? Они одинаково едут? Ну я на лежаке тормозил. Нет, а вот до, когда мы его стартанули? Ну типа вот мы ехали, типа ты очень медленно, но уходил. Ага. Ну то есть ты не догонял, все, я уже пошел. Ну сколько она у тебя ездит? 90. Ну если тут грузики подкинуть побольше, я думаю, она побыстрее поедет. Тормоза у него, естественно, гидравлические, уже никаких тройсков, это вам не велосипед. Чтобы остановить с 90 км в час, естественно, нужны нормальные диски. Здесь они 220 мм. Сделаны, я так понимаю, не по классической велосипедной системе, под 6 болтов. Скорее всего, даже велодиски будут подходить сюда без проблем. Мы не проверяли, но что-то мне подсказывает, что точно подойдут. Сама мощность их, я бы не сказал, что большая, но и пробег у байка очень маленький. То есть примерно сейчас уже 300 км, и мне кажется, они только-только начали притираться и хватать более-менее. До этого они были так себе. Хотя, вот сюда посмотрите, пожалуйста, это 4-х поршневой суппорт. 4-х. Это очень круто. Вообще, на самом деле, за что ни возьмись, здесь сделано все качественно. Вот я не знаю, у Лехи спросим мнение, но просто вот, я не знаю, китайщины нет нигде. Вот вообще нигде. Все сделано как-то добротно, все сделано крепко, все прям как вот должно быть на нормальном байке. Я, как говорил раньше, в восторге. Я впервые в жизни на этой штуке. Я хочу попробовать, что это вообще такое. Обалдеть! А можно мне такую же штуку? Можно. Блин, это очень круто, она так рвет. Она прям сама еще переворачивает тебя. Это очень круто. Она не станчит. На скорости ее дернуть не получается. Да, надо менять звезду. Да. Она будет еще резвее на другой звезде. Мне понравилось, очень круто. Что, просто ключик ворачиваешь? Блин, очень круто. Шарм свой. Что-то есть такое. Да, мопеды это, ну, типа, не то. Это не тот уровень, типа. Теперь понятно, что тут утка-то проиграла. Ты его еще не держал, он просто 45 и еще начинает ехать сильнее. Ну, мне понравилось прям очень круто. Да, вот именно сам подхват, он вообще другой. Он, я даже не знаю, как объяснить, он всегда есть. То есть ты открываешь и всегда есть. Те не надо ждать, что там раскручивать. Главное тихо. Ну, как, вот ты уехал просто? Не, ну... Как украли. Как украли. Звук цепи только и все. Помнишь, когда мы снимали «Икру», когда снимали «Вайт-Сибири»? Да. Вот там я сразу сказал «Ну, Китай!» Мне просто сказал. Он не просто сказал, а он прям показал, как он вот это некрасиво выглядит. Вот здесь у меня ощущения такого не было. Но на тех я катался дня два-три, а здесь я прокатился пять минут. Но такого ощущения не сложилось. Ну, там типа сразу прям кидается взгляд на это все, а здесь нет. Какие грипсы? Потрогай. Потрогай просто. Мягкие. Приятные. Ты нажимаешь на нее рычаг. Ничего не скрипит. Газ крутанил. Просто вот крутани газ. Потрогай его. Просто вот какая плавность. Он плавно. Нету вот этого. Да, то есть он как будто на подшипниках. То есть все настолько сделано добротно. То есть все убирается, все подножки там, все складывается. Я не знаю. То есть все подножка сама какая. Посмотри. Просто толстенная. Прям монументальная. А ты мне объясни, вот это что? Это, я уже говорил в видосе, который снимал. У него, я не знаю, то ли это трабл, то ли нет, какой-то вот такой заводской. У него подгремливал аккумулятор. То есть для того, чтобы его было легко и удобно доставать, там сделаны зазоры с каждой стороны. И видать он в этих зазорах при активной езде, повторюсь, при активной, в городе такого нет. А вот именно кочки, корешки, он прям громыхал. И я посмотрел в американских сайтах, естественно. Парни также берут, делают и все. Ремень из комплекта чуть стянул и все. То есть и не громыхает, и если тебе надо вдруг его доставать, не все же могут заряжать в гараже. Ты ее ослабил, вытащил, засунул. Ну то есть пока так. Но я, скорее всего, везде проложу резиной, потому что заряжаю я его стационарно, не вытаскиваю, никуда не таскаю. Открою лючок. А там, друзья, самое вкусное. Смотри, прям слышал, как Porsche закрывает капот. Слышал этот звук? Звук дороговизны. Дороговизны, я правильно сказал. Батарея, друзья, она, конечно, большая, как по-другому. Иначе бы не хватало ни пиковой мощности, ни запаса хода. Честно, не знаю. Кому-то это, наверное, будет принципиально, кому-то нет. На ней показывается заряд. Когда она заряжается, там все прямо видно. То есть не просто по зарядке смотришь, а по аккумулятору. Там, ага, 60% можно снимать и куда-то ехать. Удобная ручка. Причем реально... Лёг, потрогай. Вот потрогай, просто искажи. Да. Да? Да. Это реально вот прям дорого. Это такая... Это типа мелочи? Да. Вот все... Из них все состоит как бы. Да-да-да. Я понимаю, вот вроде 300, блин, до хрена. А такой трогай. А есть за что, да? А есть за что? А есть за что вроде бы. Есть за что, да. Есть, естественно, автомат для безопасности. Для длинных там перевозок, для долгого хранения. Его выключаешь. Все, система вся обесточивается. И, естественно, зарядка сразу сбоку. Пожалуйста, вот, хоп. Подсоединил. Смотрите, доступ, да. Подсоединил. Смотри, даже крышка не мешает. Спокойно все. Все герметично закрывается. Глянь лучше вон туда. Я не знаю, видно там за деревом? Нет, не видно. А что там? А нихуи. Там просто через ручей перепрыг. Там 4,5 метра где-то. Ну, наверное, да. И самое главное, трамплинчик не такой высокий. Прыгать будешь? Просто вообще пулей на самом деле. Хаванул адреналинчик? Ну да, да. Реально стрёмно. Не повторяйте это дома. Надо повторять это в лесу. Нигде, нигде это не повторяйте. Передача на заднее колесо здесь выполнена цепью. Никаких ремней. Все максимально надежно. Стоит, по-моему, 420-я цепь. Я не знаю, китайская, скорее всего, никакая не брендовая. Но пока за 300 километров она не растянулась. То есть, все натяжка. Все прям как у нового байка. 44-я звезда стоит в стоке. Вроде и хватает, и максималка нормальная, и разгон. Но для леса и эндуро я бы, наверное, сделал бы звезду 50-ю поставил. Что-то вот в этом роде побольше хочется. Пару слов хочется сказать про подвеску на этом электробайке. Она, наверное, ближе к какой-то велосипедной, если честно. Но в то же время ее хватает полностью. Я здесь выпрыгивал всякие трамплины. Прилетал просто в плоскач, и я ни разу ее не сложил. Просто ни разу. Я доволен. Просто я не знаю, как им это удалось. Эта подвесочка фирменная, именно Талария. Ни Fastace, ни ДНМ, ничего такого. Именно Талария. Но если посмотреть поближе, вот прямо на задний амортизатор, он просто велосипедный. Как вот раньше были RockShox, Vant, RC. Вот один в один. Я не знаю. Может, они просто скопировали, может, нет. Но самое главное, что это работает. Естественно, эта подвеска не была бы такая сочная, жирная и приятная, если бы у нее не было никаких регулировок. А они тут есть. Преднатяг, пружины. Все удобно, в легком доступе. Как у дорогих, там, не знаю, эндуробайков. Вы слышите? Просто даже... Как она щелкает. То есть каждый клик, он четкий. Можно прямо все настроить под себя. Отскоки, компрессии, преднатяги. Вообще все можно настроить в ней. Тут очень мокро. Я и достронуться не могу. Вот, наконец-то, что-то уже. Ему не в моготу. Очень сложно. Но здесь уже резина. Здесь как бы немотик. У него момент... Все налипло, пипец. У меня сейчас вся спина такая же будет. Забрался, но просто все заплевал. Жесть, я в чистой ковсе, блин. Я был тоже, да. Только ты... Держись, держись, Лёвка. Держись. Ты думаешь, я шутил, когда говорил, что тут скользко? Да ладно, я все выбрался. Там такая, блин, лепнина. Ты видел? Это просто жесть. Сорян. Ну ладно, чего уж теперь. Дом чистить, камеру буду. Когда я забирал Толарию у представителей, Толария Раша на пятой кабельной, мне сказал менеджер, что больше не будет с маленьким дисплеем, будет огромный в середине дисплей. Я сначала обрадовался, а потом расстроился. С одной стороны, было бы хорошо, конечно, удобно все смотреть, все такое здоровое, информативное. Но с другой стороны, я бы его сразу же сломал при первой же какой-нибудь курве или, не знаю, локтем, рукой, грудью. А здесь, посмотрите, какой дисплей. Маленький, удобненький. Смотрите, какой. Не, вы только гляньте. И главное, все информативно, все есть. Заряд, пробег, режим рекуперации. Их тут четыре. От этого зависит, насколько заряжается аккумулятор, когда ты едешь накатом. И самое главное, скорость. Все, и два режима. Больше ничего не надо, и он не мешает. И даже есть звоночек. А звоночек в комплекте шел? Нет, звоночек с велосипеда я это снял. Своего. Своего. Одна из вещей, которую я бы поменял в этом мотоцикле, это стоковая фара. Честно, не хватает. Хоть и свето-теневая граница четко выраженная, но он настолько пучок узкий, что, ну, очень плохо освещает дорогу. То есть, я бы рекомендовал, конечно, менять, особенно, если вы катаетесь в темное время суток. Маленький спойлер, к нему есть гусеницы и лыжи. Друзья мои, и естественно, если нас будет много, тысяч пять или десять, скорее всего, магазин это увидит, скажет парни, да вот, конечно, возьмите гусеницу, лыжу, катайтесь и радуйте своих подписчиков классным контентом. Поэтому, друзья, прошу вас, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, максимальная активность. Я вот этой штукой очень доволен. Все, кому дал прокатиться, в восторге. Поэтому давайте, не знаю, побольше активности, честно. Всех люблю.